А вот и утро. Опять дождь, гроза. Ой, я тебе могу. Вот июнь-то удался. Впрочем, как и май. Доброе утро, мои дорогие. Шесть утра. Я проснулась от того, что гром гремит. Ну вот. А ведь специально вчера смотрела прогноз. Вот все-таки метеорологи, это самая безответственная работа. Молния, видели? Самая безответственная. Ну это ладно, вот планов, да, никаких там особенно. А вот так были бы планы, собрались бы куда-то ехать. На тебя. Ну ладно, что делать-то? Ой, пойду-ка я полежу. Чего вставать-то? Ну что, в этом тоже своя прелесть есть. Ну вот. Доделала. Сейчас уже глубокая ночь. Завтра я вам утром покажу на манекене. Ну, довольно симпатичная вещь получилась. Главное, все украшение из природного, натурального, балтийского янтаря. Ну вот, кроме вот этой штучки. Кроме этого коннектора. Ну вот, доделала я украшения, и погода налаживается. Так что, наверное, будет хороший день, да. Вот. Вот, девчонки, вот я ворона. Два дня делала. Снимала, снимала. А потом как-то, как-то удалила. Ой, остался один кусочек всего. Ну вот, мне нравится. Мне даже нравится, что камни настолько... Они неправильной формы. Ну, это вот говорит только о природности материала. Да? Ну. Вот разве найдешь из янтаря, чтобы было вот такое? Вот такой формы. Нет, оно, конечно, и есть. Но оно будет стоить других денег совсем. Янтарь и так сейчас дорогой. А вот, если представляете, из куска выпилить, вот, квадрат, остальное все выкинуть, это будет очень дорого. Вот. Но, так как тут все округлое, а это квадрат, я поэтому специально добавила вот такие детали. Ну, чтобы-то, знаете, хоть, ну, как-то подходило. Ну, и круглые, и длинненькие, и квадратные. Ну, так что... Симпатичная получилась. Мне самой нравится. Ну, ладно, доделала, надо приниматься за другие дела. Ну, я, правда, уже с утра и вон белье было постиранное повесила, и посуду перемыла, что с вечера куча оставили. Да и такое что еще делаю. Вот увидела у Сашки домино детское. А с другой-то стороны, посмотрите, какая красота. Ну, и я быстренько вот сделала два оттиска. Правда, тяжело их вытаскивать оттуда. Ну, обрежу. Может, куда и пригодятся. Ой, я как тот Плюшкин, правда, Лариса Тобашникова говорит. Я вот тоже у меня. Все. Прям. Для меня сейчас такое расстройство, что Костя... У Кости такое дело. Все выкинуть. Все ненужное выбросить. А какое ненужное, если мне завтра может это понадобиться? Ну, я вот вчера платье... Было у меня такое платье. Я его очень долго носила. Ну, вот оно черное было. И на плече вот такая штука пришита была. Естественно, я все это отпорола, потому что это мне может пригодиться. А ему все выкинуть. И для меня, это, девчонки, такой стресс. Вот вы не представляете. Он все на выброс складывает. А я хожу и оттаскиваю в сарай. Вот такая у нас идет борьба. Ну, потому что потом, где я возьму? Это надо будет либо покупать опять. Да коту-то не купишь-то ничего. Такого, что мне нужно. Ну. Смех и грех. Я понимаю, что он хочет как лучше. Я это понимаю все прекрасно. А мне-то все это надо. Это для него мусор. Ну, в общем. Вот так и живем. Вот лежала у меня вот такая деревянная штука в сарае. Это была лампа настольная. Может, девчонки, кто-то помните? Стеклянные и внутри были сухоцветы. Я ее переделывала. Ну, это Алинке когда-то подарили давным-давно. Они сухоцветы выгорели все, потому что стояли на окне. Я ее переделывала уже тут в Крыму. Ракушки туда клала. И она у меня разбилась. Случайно. Вот. Вот тут лежала-лежала эта штука. Нашла я ее. Не знаю, что сделать. Чтобы сделать лампу, нет такой емкости подходящей. Я думаю, может, пока крышку сделать. Может быть, для чего-нибудь подойдет. Вот так вот, например. Только надо ее или перекрасить, или очистить. Ну, смотрите, красота-то пропадает. Ну, Оксаночка-то привезла. Пропадает красота. Может быть, что-то потом еще придумаю, так ее снять можно будет. Вот ломаю голову. Что делать? Красить или наоборот зачистить. Так, а эти помытые ждут обновления, высохнут. Пойду подушку отнесу. Сделала на стул. То есть сидят на жестких сидениях. Я потихонечку делаю, делаю. Сашка там буйствует. С утра не в настроении. Ой, девочки мои хорошие. Я вот читала сейчас комментарии. Все с ним разговариваем. Все. Что жалко, что они живые. Что их ждут дома детки. Что-то результата нет никакого. Я уже думаю, может быть, потому что он с севера. Может, он там-то не видит вот этих всех насекомых. Может, он поэтому с ними так борется. Не знаю. Ну, вот. Не знаю. Для меня сам факт. Нечаянно то улитку раздавишь. И то мне прям, фу, неприятно. Хотя, конечно, бороться с ними надо. Хорошо Марине. У нее там куры, птицы всякие. Она соберет их и курам отдаст этим. Улиток. А тут куда их девать? Топить или что с ними делать? Ну, в общем, это... Конечно, мне так жалко живых существ этих. Не знаю. Может, подрастет немножко, поймет. Но пока просто кричит. Я победил и все. Победитель. Опять залез на крышу доделывать. О, богомолы на ней сидели кругом. Да, их кругом. Опять обгорит в жару. Ну, вот ему осталось там сзади доделать. Вот хочу сделать их в одном стиле. Они, конечно, разные. Так. Ой, с моим глазомером, девочки, это... Не дал бог мне глазовера. Я не знаю, с чем это связано. О, господи. Но... С этим у меня не очень. Так что-то вот тут не хочет клеиться. Так. Сейчас второе буду делать. Вот мне иногда прям хочется чего-то вот такого. Хотя у меня стиль дома-то совсем другой. Но иногда прям хочется. Сейчас. Сейчас еще вот тут доклею. Еще внизу. Так. Приклеилась. Приклеилась. Так. Тут придется... А кто не знает, это у меня подсверхник из спади фикс прайса. А это, ну, просто такие вот продаются с крышечками. Вот клей эпоксидный, кстати, когда приклеился, был не виден. Но это уже года два он у меня приклеенный. И вот мутный, видите, стал видно. Вот. Ну, так-то сбоку не видно. Вот такая вазочка получилась. Вот такая вазочка получилась из бокала. По-моему, очень даже симпатично. Такой осенний декор. Не дают снимать, все орут, галдят. Ой. А я Алинке на фотографии разбираю. Вот хочу их все... Вот такая коробочка есть. Это когда-то Бутигар из маленький был. Алинке я когда-то ее подарила. Ну, она так что-то сюда складывала, что-то нет. Вот я хочу их все туда. Они вот в такие штучки вкладываются. И вот так вот туда вставляются. Надо сейчас все это разобрать. Два с половиной года прошло, а я не могу на ее фотографии смотреть. Просто так. Да, девочки мои, правильно пишите. Память, все. Вот последний ее день рождения. Это ей было 36 лет. В Мурманске последний день рождения. Видели вот такие чемоданы? Вот у меня в сарае два таких чемодана. Слушайте, я их делала... В десятом, что ли, году. Или в девятом уже не... А может и в восьмом, не помню. Два старых чемодана. Это я после Парижа, Перпеньяна. У меня в них всякое старье лежит. Мальчишки сегодня бассейн помыли. Ой, а я вот это... Повели Сашу спать. Думаю, пойду-ка и я полежу тоже. Ну, с ним. Он так быстрее засыпает. Ну, все, уснул. Я еще встала, побродила. Ну, как на него посмотрю, так хочется. Прям... Под бочок. Ну, улеглась где-то. Полтретьего, наверное. В четыре забегает отец. Так, ну, кто на море? Сашка сразу на море. Все, они пошли собираться. А я не могу никак проснуться. Ну, и что? Сейчас открываю глаза. Пять часов. Никого нет? Дверь, калитка открыта. Заходи, кто хочешь. Балушка спит. Вот так. Ну, как вот теперь я ночью усну. Понимаю? Не, ну, хорошо. Вот это, когда жара, поспать. Просто замечательно. Чувствуешь себя лучше. Что-то мне Саша не звонила. Моя, надо ей позвонить. Ой, смотрите. Геранечка моя свести собралась. Она у меня стояла на солнце и очень плохо себя чувствовала. Я ее поставила в тенечек. И вот. Я же даже не предполагала, какого она цвета будет. А тут, вот смотрите, что творится. Жрут. Ну, просто. Вот рядом стоит ничего. Вот тоже нормально. Вот та обожрали. И Сашка голову сломал. И тут обожрали. Посмотрите, что творят. Ведь вижу, когда рядом, убираю. Нет. Уже успели сожрать практически. Ну, что это? Ой. А это Саша. Доламывает и доламывает. Вот ну, что это такое? Все, доломал. Тоже цвести собрались. Вот я их люблю. Их улитки не жрут. Никто их не жрет. Растут себе и растут. И цветут еще. Сейчас такую палку даст. И зацветет. Гляньте, у нас мамука какой. Шашлыки жарят. Вот, если не выучишься ни на кого, без работы не останешься, Олетка. Точно. Ой, а запах-то какой. Красотища. Папа у нас все на крыше. Кость, много еще там тебе колотить-то? Что? Нет? Что-то что? Ну, делать. Ага. Да, так нормально еще, да. Ой. Залезай. Залезай. Ну, я вот здесь закончил. Вот это все. Ну, сейчас только конек добью здесь. Туда металл надо приделать. Ага. И вот тут уже метр. Ну, дальше много еще. Каждый день куча мусора. Каждый день. У мамы Любы ни одного заката нет с крыши нашего дома. Вот эту крышу сделали пять лет назад. В принципе, неплохо сделали. Ту вот крышу сделали не очень хорошо. Гвоздики набили как-то по краям, мало. И она от температуры вся поплавилась и посъезжала. Вот мы ее подремонтировали, все переколотили. Новые вставили кусочки. Все четко. Вот это вот сейчас мы новую делаем. Делаем крышу навеса. И, в принципе, она вот туда тоже должна пойти. Не знаю, хватит ли времени. Вот такая вот тут история. Потихонечку наколачиваем. Я уже не стал тут гидроизоляции никаких делать, потому что все-таки там хозяйское помещение. Наши. Нас разбрасывают туда наши проветриваемые комнаты. Ну, вот здесь вот сделали гидроизоляцию, чтобы не текло по стене. Там тоже будем все делать по той стене, чтобы ничего не текло. А так все проверяли, лили воду, все хорошо. Все работает. А внизу у нас... Что у нас внизу? А внизу у нас шашлук-машлык. Мамушка. Костя разбил арбуз, расстроился весь. А что расстраиваться? Арбуз с сахарной. Ну, вот, мои дорогие, время без двадцати девять. Солнышко заходит. Ветер сегодня. Ну, что, мои хорошие, будем прощаться до завтра. Комментарии я читаю. Комментарии я читаю. Время у меня... Ну, нахожу на это дело. Очень неприятно. Что смотрите и пишите. Я сбил тебе. Нет. Не сбил. Пошел за квадриком. Олежка катался. Ну, чтобы через дорогу не переезжать. Там его оставляют. Поле. А Костя потом забирает. Ну, судя по комментариям, мои хорошие, у вас все нормально. Прям пишут такие веселые, позитивные комментарии. Жара, конечно, кругом. Вон и в Финляндии жарища. Ну, а что там в Финляндии, тем более юг в Финляндии. От Питера-то недалеко. Ну, наверное, будет лето такое, девочки. Вот очень бы не хотелось. Жарища в июле. Но, наверное, будет. Э, погнал. Решил сам прокатиться. Он расстраивается, как ребенок. Ну, и разбился арбуз. Ладно, что, его есть нельзя, что ли? Прям расстроится. Весь. Ну, мы такие, да, эмоциональные, импульсивные. В этом он в меня. Что-нибудь случится. Ах, твою мать. Всех порублю. Ну, это ж такие люди. Не переделаешь же, правда? Маловато будет этот квадрик. Маловато. У него дом это большой. В общем, чего, мои хорошие? Конечно, все эти новости про прививки и про все ужасно огорчают. Я боюсь, что я и в Питер не смогу поехать. Без прививки не пустят ни в самолет, никуда. В общем, надо будет, конечно, как-то решать этот вопрос. Ну, пока я, пока ребята не уедут, я, пока мне не до этого. Ну, больше ничего не остается, как жить дальше в такой ситуации. Что делать-то? Ничего изменить не можем, поэтому надо как-то чего-то приспосабливаться и к такой ситуации. Хотя, конечно, ничего хорошего в этом нет. Никак я не думала и не гадала, что будем вот так жить. Да, приятного мало. Но мы все равно будем жить. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. А у меня вообще принцип такой по жизни. Делаешь, что должно, и будь что будет. Вот. Но я надеюсь, что у нас у всех будет все хорошо. Слабая надежда, но... Может быть, что-нибудь изменится все-таки. Хотя вряд ли. Слишком много денег в это вложено, чтобы людей поставить вот так вот. И сколько они еще поимеют с людей. Это в этом году бесплатно делают. А посмотрите, на следующий год уже будут за деньги. И будем мы прививаться каждый год от разных штаммов. Дело к тому идет. Ну ладно, хрен с ними. Ладно, солнышко зашло. Оно завтра все равно появится. Солнышко наплевать на все эти политические козни. Ну, а мы будем ждать солнышка. Всем, мои дорогие, хорошего, приятного вечера. И спокойной ночи. И пусть ничего не болит, ладно? Я сама вот, мне так хочется в это верить, что ничего болеть не будет. Хочется верить. Ладно, мои дорогие, я про вас всегда помню. Я вас обнимаю, целую, девочки мои. И немногочисленные мальчики. Давайте, мои дорогие, до завтра. Пусть все будет хорошо. Пока-пока, мои ласточки. Субтитры сделал DimaTorzok